Глава счетного комитета Наталья Гудунова раскритиковала неэффективные траты бюджета. Это нонсенс, сказала она в Можилисе. По ее данным, 64% средств, выделяемых из Нацфонда, мы направляем на текущее мероприятие. Выплату пенсий, пособий, даже на содержание осужденных. Реальный уровень жизни большинства населения пока не поднимается. Все больше населения нуждается в помощи государства. Продукты питания составляют уже больше половины в структуре потребительских расходов. При этом население закредитовано, рассказала депутатам глава счетного комитета. По словам Годуновой, мы раздаем бюджетные средства по 50 миллионов на разработку ПСД по дорогам для увеличения количества проектов. Не думаем при этом, будут ли они обеспечены финансированием в следующем году. Кроме того, по словам главы счетного комитета, доходы более чем на 36% сформированы за счет средств Нацфонда. Это стоимость проектно-сметной документации. Она завышена. Она завышена в 90% случаев. И несмотря на то, что есть типовые проекты, во-первых, многие из них устарели типовые проекты. Мы неоднократно приводили примеры, когда в одном районе, не только в одной области, а в одном районе строятся две школы одинаковые мощности по совершенно разной цене. Также счетный комитет озадачил расхождение в таможенных данных по ввозу обуви в Казахстан. Как сообщила глава счетного комитета, по итогам аудита сферы таможенного администрирования было выявлено расхождение в данных о ввозимой в Казахстан обуви. То, что касается ввозимой обуви по суммам. И мы пришли к тому, что у нас часть населения должна ходить босиком. Никто босиком не ходит. Зимой, летом, осенью все обуты. У всех по несколько пар обуви. Обувь – это недорогой товар. А что говорить, если мы коснемся вопросов дорогого оборудования, промышленного оборудования, цифрового оборудования и так далее. Депутаты также удивились неэффективным тратам бюджета. Правительство до сих пор не научилось планировать бюджет, заявил депутат Жамалов. Ежегодно обсуждение отчетов напоминает бесконечный день сурка. Из года в год мы обсуждаем одни и те же проблемы, но ситуация не меняется, заявил депутат. Неосвоенными остались 68 миллиардов, проинформировал он. Нацбанк упорно не снижает базовую ставку, а кабинет министров неэффективно тратит деньги, заявил мажористмен. Правительство проедает резервы и накапливает долги. Всего лишь 50% расходов покрывается чистыми доходами. Это значит, что половина бюджета финансируется за счет нацфонда и займов. На сегодня активы нацфонда составляют 52,5 миллиарда долларов США, а государственный долг превышает 47 миллиардов. К этой сумме можно прибавить долг квазигоссектора, еще 40 миллиардов, итого 87 миллиардов долларов США. Баланс отрицательный. Правительство уже должно больше, чем накоплено в нацфонде. По словам Годуновы, действительно, бюджет стал планироваться таким образом, что в течение года по непонятным причинам не хватает денег на текущие расходы. Это нонсенс, сказала она. Мы же не планируем капитальный ремонт квартирой, если нам не хватает денег на оплату коммунальных услуг. Но вся эта критика даже не смутила министра финансов. Вы сами понимаете, что в прошлом году, в позапрошлом году правительство работало в очень суровых, сложных условиях во время пандемии. Поэтому какие-то факты подтверждаются, какие-то не подтверждаются. Будем выяснять, сделаем дорожную карту. Если на самом деле подтверждаются такие факты, мы будем их исправлять. В итоге, после большой порции критики в адрес Кабинета министров, депутаты единогласно приняли бюджетный отчет правительства за 2021 год. Боржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова